Мы на странице ЮД. Конец первого оборота и переходим на второе. Первый просто напомним, о чем мы читали. На странице 45 Рава Штайнзельца есть Мишна под буковкой ВАП снизу. И там мы читали Значит, понятно, что действие идет о положении тела во время чтения Криятшма. Нам эта тема кажется странной, потому что мы действуем согласно уже установленной Аллахе, но, как мы видим, Мишна как раз только этим сейчас и занимается. Мы подошли как раз к источнику обсуждения, нужно ли занимать какое-то определенное место, определенное положение тела во время чтения Криятшма имеется. И понятно, что говорит у нас Шамай-Бе-Шамай, что такое ЯТА, ЯТЭ – это слово НАТА, склониться, наклониться. НОТЭ, НОТЭ, НАТИЯ, БЛИАЙН, не обратите внимание, НУН, ТЭТ, ХЕЙ. АТЭ, ОЗНЕХА, да? АТЭ, ОЗНЕХА, склонИУ, да, да. То есть прислушайся. И как известно, поскольку это глагол НУНТЭТ, начальное НУН, оно отпадает при спряжении. И даже в неопределенной форме есть форма ЛИНТОТ, но неправильно я говорю, ЛИТОТ, НУН, выпадает, слабое НУН, но слабое такое. Значит, надо склониться. Сейчас мы посмотрим, да. Значит, поскольку Бе-Шамай ссылается для обоснования этого положения тела, которое он называет ЯТЭ на выражении Шах-Беха, значит, должно быть в лежачем положении. Ну, поскольку, как бы, лежать совершенно невозможно при АТЭ, наверное, надо лечь и, возможно, вот так подпереть себя, как-то склониться, наклониться каким-то образом, какое-то занять положение тела лежачее, но, тем не менее, дающие возможности читать КРИАТ-ШМА, не под одеялом. Вот, 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 вот. У Бе-Тилел умери. Коли Адам коре кидарко. 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 Как он привык. Да? Радьёс, у Вишок-Беха есть инфинитивная форма? Лишкав. Лишкав? Лишкав, да. Шахав, это пааль. Да, а здесь Лишкав, да. Это пааль. Инфинитив Лишкав. Шохэв, Шахавти. Шахав ложился. Да, Шохэв ложится. Лежит, да. Правильно? Лишкав. Вот тут, конечно, вопрос, почему это... Там, да, Шохэв лежит. Шахавти. Они улегли шкаф. Я иду полежать, да. Понятно, понятно. Очень простой глагол. Единственное, что непонятно, почему там действительно Лишкав, да. Мы хотели бы сказать Лишкав, как мы говорим, например, Лишкав. Да, Лишкав тоже Ют, правильно? Да, значит, ну, разногласия этих двух направлений, они известны. Бейт Шамай, такой мудрец Шамай, и мудрец Хилель, и Леля Закен. Во многих случаях они появляются, как две хевруты, это целая тема взаимоотношений. Бейт Шамай в данном случае имеется в виду последователей Шамая. Это не его дом, и не его домашние. Бейт Шамай, и не только в этом случае, а просто означает последователи его, ученики его, или как бы представители его школы, его подхода. И то же самое Бейт Шамай. И отречь идет о конце прошлой эры. Самый конец прошлой эры, возможно, даже залезает как-то в начало новой эры. То есть, первый год новой эры, второй, то есть, еще до разрушения храма, когда появились, был очень, как вы знаете, зугод. Это очень непоказательно. Еще со времен последних хашманаим появились зугод. То есть, люди, которые как бы... Ну, Хеврута, по сути дела, да, хотя они, конечно, были взаимоисключающие, и по большому счету было... Так распределялся их пост. Илель Азакен, он был председателем Сан-Эдрина, да, а Шамай был Аф-Бейдин, это поменьше, да. Сан-Эдрина, то он решает все. Аф-Бейдин, он как бы занимается какими-то практическими вопросами. То есть, по статусу Илель был всегда выше, чем Шамай. Насси, это председатель Сан-Эдрина? Тем более, что он был потомок, как мы знаем, Давида Мелаха, вышел из Бавели. И все потом... Все Насси, они все его потомки, как известно нам, Раби Юда Анаси, да, вот авторы этой Мишны. Вот потомок Илеля Азакена. Потом было еще несколько Раби Юда Анаси, но это уже после как бы... Поэтому называется Раби Юда Анаси Аришон, Ашини. Это уже как бы его потомки. А он, собственно говоря... Примерно так. Сейчас не будем больше входить в эти подробности. Есть очень много, как бы есть книги на это, что-то написаны. Кидарко, Кидарко, как принято, как принято, как он привычно. Сейчас мы об этом еще почитаем. Шенеймар, Убалехтах Абадерах. И при хождении, да, по дороге, в пути. То есть... В Дибарте Бам Балехтах Абадерах, Убешах Беха, Убекумеха. Что мы понимаем так? В Дибарте Бам, имеется в виду Криятшма. Это Дибарте Бам. Ну, конечно, тоже нам непривычно. Мы бы сказали бы, мы говорим, провозглашать Криятшма, читать Шма, Шма. А здесь говорить Криятшма. Это что такое? Проблема нашей ограниченности знания, многообразие иврита, наш Кодыш. Если бы нас попросили бы сказать, что значит читать Ликро Криятшма. Тоже говорили Крия, да, Криятшма. То есть, на то оно и Криятшма. А здесь Ледабэр Шма. Ледабэр Шма. Ну, то же самое. Дибарте Бам Балехтах Абадерах, Убешах Беху Убекумеха. Когда ты идешь в пути, да, Балехтах Абадерах, то есть, читай и произноси Криятшма, когда ты в пути. Казалось бы, совершенно не очевидно, из этого следует, что надо читать в любом положении. Как ты бываешь в пути? Сидишь иногда, там, сидишь на осле, на верблюде и прочее, или идешь ногами. Так и надо читать. То есть, любыми возможными способами. Это, как бы, это не очевидно. И поэтому, как бы, вторая часть этого Башах Беху Убекумеха, да, возможно, оно как раз и в действии. Это положение тела, как поняла это Шамай, да. То есть, понятно, что каждый из них относится, относится к пониманию и положению тела. Из-за этих двух составных частей указания, как читать Криятшма. В этом смысле, я бы сказал, что мнение Шамая как-то более убедительно даже, да. Он говорит, что это положение, скажем, как можно объяснить, да. Даже когда ты хоть идешь, да, скажем, ну, я сейчас вот иду, у меня нет времени, там, я станет движением. Нет, все равно должен читать. Но вот Бет-Илель почему-то считает, что это в словах выражениях, в Лехтахавадерах, как раз и содержится указание о положении тела. Да, как бы неоднозначно, не очевидно. Да. У Бет-Илель, да. Имкен. Ламаны имар бешабахау бакумеха. Вот здесь имкен, во-первых, как мы переведем? Если это так, да. То есть, если это так, что? Если Илель прав, и в Лехтахавадерах обозначает положение тела, любое положение тела. Мы спрашиваем, ламаны имар бешабахау бакумеха, почему тогда в Таре написано так и так. Кто это спрашивает? Это составители Гемары, да, скажем, нового уровня Равина и Раваши, конечно, 4-го, начало 5-го века, они исследуют это, проверяют еще раз, да, это сам по себе интересный вопрос. Они, конечно, не ставят под сомнение ни мнение Илеля, ни мнение Шамая, они просто хотят понять и задают вопрос. А вот это вообще как бы очень важный момент, я подмечаю сейчас, когда мы учим Гемару, всегда понять, кто это говорит, да. Какое-то третье лицо, понятно, это видно, что это какое-то третье лицо. Иногда в Таре, когда Юсеф встречается, идет на встречу с братьями, да, там вдруг появляется такое выражение, Ашам нере маи елу, не помню, да, сейчас посмотрим, что с ним произошло. Да, объясняет, кто это такое, да, это не братья, это не Юсеф, да, говорят Руаха Кодыш, да. То есть, оказывается, есть какой-то наблюдатель, который наблюдает и сейчас говорит, сейчас мы посмотрим, что из этого произошло, хотя он уже знает, что из этого произойдет. Вот и тут, в этом смысле, здесь это не Руаха Кодыш, а это авторы-составители, они как бы не берут ничего на веру, как и мы тоже, в смысле верующие люди, да. И понятно, что Елели, Шама, они как бы гиганты, кто мы такие, но чтобы понять, мы должны сами себе задать вопрос. И иногда, когда мы не понимаем мысли, мы пытаемся разыграть эту ситуацию заново, да, и поэтому как бы надо понимать, что любые вопросы подобного рода, это не подкалывание, да, а пожелание глубже, лучше понять, что можно сказать, да. Поэтому даже здесь мы можем сказать так, да. Можно сказать, Шамай, да, или ученики Шамая спросили бы тогда Бетти Леля, ага, так ты говоришь, а как ты объяснишь тогда, зачем написано Бешах Баха Убу Кумеха? Вот же указание на поражение тела. Отвечает на это, как мы видим, снова, казалось бы, анонимно, но понятно, что это как бы разыгрывает по ролям. Когда кто-то выступает в роли представителя Шамая, кто-то выступает в роли представителя Бетти Леля, и они говорят, а что можно сказать в этом случае, это понятно, да. Он говорит, отвечает на это, бешаа шибны адам шахвим, убешаа шибны адам умдим. Он говорит, это относится, кстати, совсем не к положению к телу, а к указанию времени начала чтения Крят Шма. Во время, когда человек ложится спать, и когда он встает после сна. Правда, ты тоже можно было бы спросить, да, у бешах беха, у бекумеха, да, вот кумеха, кам, встал, 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 как бы с постели, проснулся. Как бы Амар Раби Тарфон, да. А это уже у нас действительно последние пласты Танаим. Говорит, Раби Тарфон говорит, интересная фамилия Тарфон, да, как Трифон примерно. Рассказывает Раби Тарфон, вот, как бы, что с ним произошло. Он говорит, я тоже как-то пошел по дороге, смотрю, наступает, как бы, время чтения Крят Шма. Да, и прилег на обочине дороги, да, чтобы, как бы, чтобы читать ультене Крят Шма, надо же лежать, говорит, да. Ну, слово Ната, Нутэ, это, как бы, не очень точно дает представление о положении тела. Скажем, в целом, понимает, что Абхай, это надо доложиться, да. Я себе представляю обычно, что человек лежит, как бы, и так вот это самое, так читает Крят Шма. Вот он уже немножко, то есть лежит и преклонился, да. Ну, неважно, это все, как потом увидим, это все, как бы, это не принимается. Он говорит, я вот так прилег, поскольку я был учеником Бейджа Мая. Весиканты от СМИ, бифнеа листим. Листим, это не композитор лист, и это не листы, да, это бандиты. Вот листус, архилистус. Надо посмотреть во словаре древнеримского языка. Скорее всего, это выражение в латинском языке было такое. Бандит, разбойник, да. Очень специально, даже сейчас своими, абсолютно не употребляется. У Агнона есть листус, листим, архилистим. Сейчас у нас кто бандит? Бандит, как это будет? Мехабель. Да, да, да. А сейчас листим. Весиканты беацми, мипней, халисти. Блисакен поставил себя под угрозу, да, из-за этих бандитов. Почему? Потому что, как говорят, лежачего не бьют. Это такое, как бы, джентльменское соглашение, лежачего не бьют. А на самом деле, когда лежишь, как раз вы как бьют. Запинывают, наоборот. Да, как мы знаем, вот у нас этот прецедент Симхат Тора, 7 октября, все как раз лежачего и били. То есть, вот по тем, что люди спали. В каких-то раках тоже забивают. Да, это очень удобное и небезопасное положение. На дороге лежать, честно, могут ограбить и убить. Тем более, там шайки, там, все время были. Это было время после разрушения храма. Был навонено римлянами. А пусть, сколько не было центральной власти, то там мошенники, бандиты всех мастей. Вот, кидай хаита, это, конечно, идиома такая, малоупотребляемая. Можно сказать так, ты заслужил. Кидай хаита лахов бяцмеха. Ты, говорит, заслужил этого, чтобы напали на тебя листьям. Почему? Потому что ты аварта алдиврей бетилель. Что такое аварта алдиврей бетилель? Набор – это нарушить. Нарушил саба бетилеля. То есть, так это, как мы видим, что с точки зрения Мишны, пишет это, на самом деле, правнук Илеля Азакена, Рабьев, да, пишет это Мишну. И он как раз приводит это и говорит. Получается, что все, кто нарушают постановление Илеля Азакена, моего прадедушки, они все заслуживают смерть. То есть, конечно, это не скилла, да, и не хэнек. Вот, но это, как бы, интересно, да, постановка вопроса, да. Ты заслужил того, чтобы тебя убили, поскольку ты нарушил постановление Илеля. Ну, ведь на самом деле это не так, да, не настолько. Хэнек – это душат, да. Ну, тоже там заливали свинцом или оловом. Это был непростой хэнек, да, непростое душение. Ну, никто это не практиковал, написано было в таре, но практически это никто не практиковал. Переходим на страницу Юдалев Амудалев. Одиннадцатая страница, ворота у Раба Штайнельца, 46. Надо будет как-нибудь достать последнее издание Раба Штайнельца. Да, как вы знаете, там это, с одной стороны, классический текст Гемары, Ахимру, братья Рома. С другой стороны, его вот, как бы, объяснение. Возможно, там погенация меняется, и чтобы наши слушатели, которые хотят пользоваться новым изданием, практически старым изданием, только сохранилось в Ешивах, а в магазинах это не продается, продаются новые издания Раба Штайнельца. Посмотрите, какая там страница сейчас. Там тоже Минюхар? Все, да, такое. Просто когда-то, когда появлялось издание Раба Штайнельца, как всегда он есть, всегда у нас есть, эх, как говорится, ригористы, да, тебя, как бы, любители чистой Гемары сказали, что такое Раб Штайнельца подменяет собой Гемару, как бы пишет Гемару, да, вообще это, как бы, это чисто реформизм, да. Он послушал это, поэтому издал действительно Гемару с классическим текстом, как это принято. А с другой стороны, да, видно, что это только объяснение и комментарии. Было что-то в этом, хотя вряд ли кто-то мог спутать и сказать, что это, что-то Раб Штайнельц придумал свою Гемару. Ну, хорошо. Значит, вот говорит у нас Гемара. Как мы учили уже бишлама, это означает, сколько? Слово бишалом, шалом, лаш, да, бишлама означает, допустим, предположим, да. Окей, да, я не знаю, по-русски такого даже слова нет. Окей, хорошо, да. То есть, как всегда, в зависимости от конвентации несколько меняется это, но понятное бишлама – это согласие, допустим, согласимся, да. Скажем, я обычно говорю «допустим», да. Допустим, школа Илеля объясняет причины свои и причины бейт-шамая в этом постановлении, да. То есть, мы понимаем, что то, что было написано у нас смешнее, это на самом деле объяснение бейт-шамая Илеля, да, бейт-шамая учеников Илеля. Там смысл, да, там причина, смысл. Мы знаем, там – это вкус, да, и там одновременно означает обоснование причину, да. Это как бы надо объяснить, но это целая как бы еще тема. Каким образом вкус совпадает с причиной? Причина – это нечто логическое, да. Вкус, он совершенно нелогичен, да. Правильно? Никакой связи не должно быть. Сиба, причина, да, сиба – причина, а почему там? Ну, понятно, что это, есть такое выражение в афоризм, альтам варех энвит вакех, о вкусе и запахе, то есть, кому какой нравится, бесполезно спорить, да. А потом Давид Амела говорит, тааму ур у кито ва шэм. А как можно попробовать, чтобы увидеть, ша шэм тов, да. Вообще, как бы, тоже, вдруг понимаем, что слово таам, как вкус, это неоднозначно вкус, вкусовые какие-то рецепторные ощущения. Правильно? Тааму, знаете, это пасук из-за псалма. Тааму ур у кито ва шэм. Попробуйте на вкус, да, и увидите, да. Ну, хорошо попробовать, я не знаю, как пробовать са ва шэма. А уже увидеть, то есть, попробовать, можно прочувствовать, но как увидеть, да. А ответ очень простой, потому что, как бы, там, в этом смысле, как балтам, ва реах, эни твакех, это совершенно не связано с логикой. Это необъяснимо какое-то, то, что необъяснимо с чисто с рациональной точки зрения, оно, безусловно, связано с высшими понятиями, хохма бенаведат. Мы обычно опируем какими-то вещами, которые нам понятны, но, как уже много раз было показано, настоящие причины находятся в нашем, скажем, надсознании, и мы никогда не отдаем от этого. По-моему, это наш нынешний лауреат Нобелевской премии, профессор Оуман. Он получил Нобелевскую премию много лет назад, правда, за то, что он показал, что все теории экономические, которые показывают, как надо решать экономические конфликты, есть большие кризисы в мире, и все, и как-то их решают. На этом теме пишут книги с формулами, скажут, что все, на самом деле, это ерунда. Решение приходит эверистическим способом. Знаете, Эврика. Рукосенило. То есть, приходит из других. А потом подгоняет и пишет какие-то формулы. Это принято. Так и тут. Есть вещи, которые над обычной логикой. Что такое логика? Это какая-то система математическая логика, которую изобрели греки. Но люди не думают логично. Как люди думают, как они приходят к выводам, оно совершенно находится выше, чем обычная логика. Поэтому, когда хотят подогнать веру, скажем, под логику, поэтому, говорит, тому имеется в виду, если вы способны подняться над обычной математической логикой, то вы поймете, что увидите, увидите, наблизаясь глазами, правильно? Увидите, как увидите воочию, как будто поймете, как хороший Ашем, как великий Ашем. Ну, ладно. В любом случае, здесь тоже, там это причина. Это много употребляется. Когда я, на суде можно сказать, матамха. Будете на суде, не дай бог, пойти, скажем, обвините всем, кого-то обвиняйтесь. Матамха. Скажите, на чем ты основываешься, когда ты обвиняешь. Богатое слово. В любом случае, говорит, вот Бетхиллель объясняет себя, объясняет Тааму, Тааму объясняет свои причины, да. Как мы уже сказали, здесь причины, правда, вполне логичные. Это анализ, я бы сказал, лексический анализ этой фразы из Тары. Вадибарта бамба, лихта хабряк, шабаху букумэ, хадис в книге дворим, да. Переквав, там это сказано. Объясняет себя. А кака самая, а бейт-шамай, какова как бы причина, да. Ума, да. Эла бейт-шамай, маэтаамо, ло амарки бейт-илель, да. Это можно понять, ло амарки бейт-илель, почему шамай не сказал, как бейт-илель, имеется в виду, почему он с ним не согласен, да. Понятно. Скажем, построение этой фразы, оно не очень, как бы, для русского уха, оно не совсем, как бы, правильно построено. Мы бы спросили бы, почему бейт-шамайло ма-ским, и бейт-илель, да. Ну, это, как бы, каждый язык, великий русский язык, ну, так же он кожа, святый язык, он еще величие, но мы не будем сравнивать здесь, если в каждом языке есть другой способ выражения той же самой мысли, поэтому здесь скажут нам, да, «эла бейт-шамай», а вот бейт-шамай, да, «эла» в данном случае не «нет», «а», «эла» – это «однако», да, в одном из понятий «а», «а бейт-шамай», да, вот бейт-илель объяснил себе, а вот бейт-шамай, «май-та-ма», «а ло амрики бейт-шамай», да, в чем причина, что он не говорит, или в данном случае не важно, сколько он говорит, а что он не согласен с бейт-шамай, с бейт-илелем, а говорит по-своему, «амри лэха бейт-шамай», вот здесь тоже очень важно понять, на самом деле мы уже видим из Мишны, когда потомок бейт-илеля излагает это, он приводит обоснование своего прадедушки, а обоснование своего оппонента, он не приводит, почему он не приводит, неизвестно, у нас в Геморе, через, скажем, сто лет после Мишны, нас интересует понять, почему как бы, и нам приходится что придумывать, вот здесь как бы сама в построении фразы, она уже говорит, что сейчас будет попытка какое-то как бы построение, попытка объяснения, бейт-шамайя, смотрите, «амри лэха бейт-шамай», переводится как, «бейт-шамай мог бы сказать», понимаете, «амри лэха бейт-шамай» это не говори тебе бейт-шамай, потому что он уже не говорит, все, у нас источников нет, сегодня нет, но тогда эта речь идет, снова это, завершение Геморы, четвертый, пятый век, времени шамая пришло 400 лет, аналов не осталось, никто не знает, поэтому попытаемся здесь сконструировать возможный ответ бейт-шамайя, понятно, это очень интересный подход, правда он как бы не безусловный, возможно у бейт-шамайя было еще что-то сказать, но и как бы, вот бейт-элэль, и лэля-закен оставил последователей, поэтому они могут продолжить, у шамая, видно, не было, было какой-то бейт-шамайя, были какие-то последователи, но до времени Геморы, они уже не дожили, до времени лавианой вода, хотя есть некоторые представители его школы по-прежнему, мог бы тебе сказать, бейт-шамай, им кен, если так, имеется в виду, если ты бейт-элэль прав, если ты елэль прав, в самом деле снова, это не елэль, а это школа бейт-шамайя, или ученики-последователи. Неема кра бабок и рубаэрэв. Неема кра, значит, неема, как мы знаем, эема, тэйма, лэйма, это у нас какой глагол? Скажем, скажем, да? Эема я скажу, неема мы скажем, неема кра бабок и рубаэрэв, да? Что такое кра? В таре должно было быть написано, да? Как бы, если ты говоришь, что шахбеха укумеха, это временные понятия, никак не связанные с понятиями положения тела, так и написал бы таре. Прямо, как бы, зачем, как бы, крутить вакурукару, скажи, читай, самое, вечером и утром, вот и все. А значит, пишет она, шахбеха укумеха, соответственно, значит, она, это доносит нам какую-то дополнительную информацию, которую мы должны считать. Это понятно, да? И очень, как бы, логичный вопрос. Неема кра, мы бы сказали бы, что Тора должна была быть написана, у дебарта бам, бабок и рубаэрэв. Ты говоришь, бейтелель, что бейтелель, это только временные параметры чтения криадшма, ну, так и написал бы это так. А написал по-другому, значит, есть какая-то дополнительная информация, которую надо считать. Вот мы считываем так. А как вы, бейтелель, считали бы это? Вот мы поэтому прочитаем это. Бейтелель, и сказал бы, поэтому мы читаем, что коль скоро не написано прямо утром и вечером, а сказали вот это таким образом, хотели нам донести дополнительную информацию. Какую информацию? Что да, конечно, утром и вечером с этим никто не спорит, но еще и дополнительно, какое должно быть положение при чтении утром и вечером? Тогда, значит, казалось бы, сейчас должен сразу, поскольку это своего рода как бы разыгрывать есть возможную дискуссию, я бы на месте геморы сказал бы, окей, так как же бейтелель объяснит, почему действительно не сказано бейтелель, почему не сказано бобок и рубаэров, но пока что геморрай этим не занимается, она спрашивает следующее, да, как, значит, мы видим, что бейтелель в мишне объяснила блехтахабадерах как именно на указание положения тела, в любом положении, когда как-то идешь как бы нормальным образом, да, бейтелель, ты должен читать нормальным образом, нормальным путем, да, а бейтшамай, как он объяснит, зачем сказано блехтахабадерах, да, ведь вот же у нас бейтелель, я не очень запутан, запутываю это, нет, вот же у нас бейтелель, мы понимаем, что блехтахабадерах это означает, что в любом положении тела, как принято, что такое блехтахабадерах, бедарко, как обычно, как говорят про быка, да, мезик, да, как он, у него есть регель, да, если такой, один из видов фенезика, это регель, то есть он идет, по ходу дела топчет какие-то вещи, да, что от быка требовать, да, была там какая-то, я не знаю, виноград рассыпанная, ну, ступил, раздавил, я не знаю, еще что-то такое, называется кедарко, да, мезик кедарко, это как бы, это его обычный способ, так и тут, говорит, или, блехтахабадерах, обычным принятым способом, как это принято, как у каждого человека принято, в зависимости от ситуации, а бет-шамай, как объяснить, это же лишнее, да, вот мы задействовали, здесь еще очень важно, бет-илель задействовал, блехтахабадерах, да, и объяснил, как бы, что это не случайное выражение, оно как раз очень важно, оно говорит о положении тела, да, а бет-шамай тоже должен объяснить, почему это написано, вот тут, как бы, проявляется очень важный принцип призучения гемары, каждое слово, призучение гемары, каждое слово тары, оно не случайно, оно имеет совершенно определенное назначение, да, если говоришь, оно это, как бы, это эмфизм, это какое усиление, это какая-то все, это не Туран, Кадош Буруху предиктовал Мушер Абейну, каждое слово, каждую букву, да, с определенной целью и объяснил Мушер Абейну, как надо понимать это, да, поэтому мы, когда мы пытаемся понять, на самом деле, что именно сказал Ашем Мушер Абейну в отношении этой фразы, да, вот он говорит, ты напиши блехтахабадерах, но на самом деле за этим стоит больше, чем просто движение в пути, это мы спрашиваем Бей-Шамая, вот Бей-Тилель, он как бы объяснил, почему Мушер Абейну записал блехтахабадерах, почему Ашем сказал Мушер Абейну записать блехтахабадерах, это тоже наобъяснить, да, не разсказать, ну, это просто так, для красного солнца, нет, понимаете, вот это как бы очень жесткая система, все, что написано в Таре, написано, не случайно и должно быть объяснено, да, если не, ты можешь не объяснить или объяснять, что это не, это не литература, да, почему на повторении, есть повторы, да, в тексте, да, ну, это повторы для усиления смысла, извините, в геморре это не проходит, да, когда Бурху, даже если повторяет, он сообщает дополнительную информацию, не просто какую-то эмоциональную информацию для усиления смысла, есть два раза, тогда он говорит, в одном случае, он говорит, как, как говорить, Мушер Абейну, как Ашем Мушер Абейну, спрашивает, как тебя называют, да, и меня люди спросят, да, вот, как бы, как я скажу, он говорит, я шариге, и так объясняют, я буду с народом Израиля при исходе из Египта, да, и буду с народом Израиля в других изгнаниях тоже, да, да, я, обычно приводят так, я всегда буду, нет, не может так быть, да, е, ашер е, повтор, да, всегда буду, постоянно, нет, да, говорит, я буду с тобой сейчас, происходит из Египта, и буду с тобой, скажем, когда вы будете исходить из Советского Союза, он, может, рабы, но там говорит, когда ж в руку, зачем пугать людей, они еще находятся в этом египетском изгнании, ты им говоришь, сейчас я выберу вас, но у вас в будущем еще много изгнаний, много выборов, говорит, как говорит, дай лицарабище ата, достаточно несчастье на данный момент, не говоришь, что дальше еще будет, да, еще хуже будет, как я однажды пришел к какому-то врачу, и он говорит, ну, как ты прям чувствуешь обычное такое обращение, эхотамагиш, я говорю, ну, я самое, кцаталамагиштов, он говорит, я тебе хочу сказать что-то, сейчас ты кцаталамагиштов, но будет время, когда ты будешь очень плохо себя чувствовать, да, с точки зрения, как бы нормально, что когда-то я буду, все, но я после этого к нему не хожу, да, такое, как бы предсказание, ну, ладно, нет, так вот, поэтому мы спрашиваем, бейчамай, ты же знаешь, что в Таре ничего случайно не написано, да, поэтому, вот, вот, вот мы говорим это для того, чтобы сказать, вот, в любом положении тела, а как ты это используешь, да, как ты, зачем, зачем, с твоей точки зрения, когда же Бургхов сказал, можешь написать именно эту фразу, вот видите, мы здесь подходим к очень важному, принципиальному подходу, изучение геморы, с точки зрения законов, с точки зрения законов геморы, ничего случайного не может быть, и все должно быть объяснено, говорит, как мы знаем, авад на иврите работать, а на арамите авад, с айном это делать, да, тоже как будто бы частный случай, у сэнда, как он мая вид леу, то есть, как он работает, можно сказать, с этой фразой, как он и объясняет ее целевое назначение, отвечает на это, и надо все время, как бы держать руку на пульсе, и знать, кто кому отвечает, да, потому что на самом деле, нам было бы гораздо проще, если бы оно написано, отвечает ему бейт шамай, причем мы знаем, что это не бейт шамай отвечает, а те, кто разыгрывает этот возможный диалог, представляющие, да, представим себе, что ты будешь бейт шамай, что бы ты сказал на эту тему, он говорит, бейт шамай, да, ау мибае ле гу, лехебетане, тоже очень классическая фраза, которую постараемся объяснить, ау, это понятно, это, да, ау, га, это все это, да, а, мибае, требуется, нужно, да, лехедетане, как сказано в брайте, да, то есть, как значит, ну, давай, теперь вы постарайтесь реконструировать, ау мибае леу, это требуется ему, да, как сказано в брайте, да, то есть, мы, как бы, мы хотим, пытаемся объяснить точку зрения, бе-чамая, да, в отношении выражения, бе-лех-техабадерах, бе-ти-лель, ау, отстрелялся, он объяснил, почему это написано, логично, лех-техабадерах, в любом положении тела, как это у тебя принято, обычным способом, а ты, бе-чамай, как, с твоей точки зрения, ашем сказал, муше, почему это надо написать, да, а он говорит, это соответствует тому, что написано в брайте, вот очень сложное, как бы, построение, он говорит, есть братья, которая говорит, бе-лех-техабадерах, бе-чамая, бе-в-техабадерах, когда ты сидишь дома, да, да, за исключением человека, который выполняет митсву, то есть здесь, бе-шеф-техабе-в-техан, сидение дома, означает не просто сидение, а человек статическое, занимаясь статическую какую-то позицию, ничего не делает, да, в отличие от этого, скажем, если он бе-лех-техабадерах, скажем, он чем-то, что-то действует, что-то делает, а чего он действует, делает митсву, да, то есть, если ты ешь дома и ешь, тоже, можно сказать, какая-то митсва, но нет, понятно, да, то есть, с точки зрения, бе-шеф-техабе-шеф-техага, или вернее, с точки зрения, той группы, которая представляет, хоть представить меня, не бе-шеф-техабе-шеф-техабе-шеф-техага, означает статическое положение, бездействие, не этапа, значит, брат, брат, ле-осекба-митсва, это слово очень важно, брат, за исключением человека, который делает какую-то митсву, да, из этого следует, что если он делает митсву, то он не должен читать креатш-техага, это понятно, Когда ты как бы нанимаешься обычными своими делами, тогда ты должен читать. Когда ты не должен читать, когда ты выходишь из рамок сиденья домоседа, делаешь какую-то митцву. Причем, как мы понимаем, не обязательно это должна быть митцва хождения, идти что-то. Любая митцва – это движение. Тогда ты свободен. Частный вопрос, наверное, после урока. Да, да, да. Убщевтаха бавитаха пратли усык бы митцва. Ублехтаха бадерах пратлихатан. И, скажем, когда ты… Вот он объясняет сейчас то, что мы спросили. На самом деле дошел до этого из исключения положения жениха. Сейчас мы это увидим более как бы разбирается. Пока что непонятно, почему это как бы блехтаха бадерах пратлихатан. Мика намру, а кунес – это бытула патур. Тот, кто, значит, лихнос – это махнис, имеется в виду, женится. Махнис ли митахат лихупа. Пригодят под хупу. Он под турми креачма. Кунес – это вводить. Махнис. Кунес в смысле махнис. Нихнас. У нас есть, мы основно пользуемся такими формами глагола канас. Нихнас. Нихнас. И вошел. Махнис. Вел. А здесь, в общем-то, как раз прошедшее время, или как бы инфинитив, породы па начальной. Канас. Лихнос. Получается, вот кунес не хасим, как перевести. А вот, да, это вам знакомая специальность. Это тот, который собирает все неликвиды или ценности. Активы. Активы, да, да, да. Это, знаете, на самом деле, как бы современное выражение. Очевидно, люди рылись в словаре иврита, чтобы найти подходящее выражение. На обычном ухо это непонятно. Кунес вводит на хасим. Куда он вводит их? Ну, наверное... Конкурсный ласса. Да, скажем так, да. Ну, это, конечно, очень исключительный пример. Кунес больше в смысле махнис. Махнис бетула. То есть, он вводит... Что такое хупа? Это дом, правильно? Да, он подводит ее под хупу. Почему хупа? Это как будто бы какая-то имитация дома, да, под крышу. Значит, вот это как бы символизирует, что он вел себя дома, она стала его женой. Значит, а если, как бы, понятно, что ты можешь жениться на девственнице, да, или же на вдове, да, как бы уже, как бы, опытной женщине, вот. Если человек женится на девственнице, он не должен читать Кри Аджма. Сейчас мы разберем это подробно, этот ход мысли. Вся далаханье такая, в принципе, как бы это можно, но желательно, чтобы даже в этом сцене человек вычитал Кри Аджма. Сейчас мы увидим это, так, интересная тема, волнующая, да. Ве та алмана хаяв, да. А тут, кто женится на алмане, на вдове, он обязан читать Кри Аджма. Он не освобожден, он обязан читать Кри Аджма. Май шма, да. Можно сказать, маи таама, да, в чем причина, да. А тут, скажем, маи маш, мы как бы, откуда мы это слышим, можно сказать, откуда это следует, да. Амараф папа, кидерах, да. Раф папа снова, это понятно, это бавель, да, так скажем, 300 лет после Мишны. Раф папа – это папа, на самом деле. Папа, папочка, вот откуда взялась это наш папа, да. Фатер, аба, абале, раф папа, кидерах, да. Это говорит, мы понимаем, как бы, эту аллаху, мы получаем, извлекаем из понимания слова путь, да. Сказано, белях та хабадерах, вот там это написано, да. Проанализируем, он говорит, понятие пути, дерах. Ма дерах ршут, а в коль ршут, да. Человек уходит в путь, что? По своим, ему никто не приказывает, да. То есть, в принципе, любой путь – это самое личное дело каждого человека. Он сам решает, да. Поэтому движение по дороге – это всегда ршут, да. В большинстве случаев, за исключением, когда это связано с митцем. Белях та хабадерах, да. Когда, скажем, ты говоришь, белях та хабадерах, означает любым способом, твое тело должно находиться, как бы, во время чтения Криятшма, обычно, как ты привык, да. Белях та хабадерах. А говорит Равпапа, да. В какой-то степени, да, можно сказать, сейчас это мнение Равпапы используется теми, кто представляет мнение Бейчамая, хотя Равпапа, он или лис, но, как бы, в этом что-то есть. Он говорит, говорит, сказано об лехта хабадерах. Какое значение, говорит, пути? В пути человек идет, отправляется в путь по своим собственным делам. За исключением тех случаев, да, когда он уходит и делает митцву. А в колешут. Милу асткинен де каазе лидвар митцва, да. А милу, вот это тоже очень важное выражение. Постараемся его перевести, да. Милу асткинен, разве не мы занимаемся здесь вопросом, когда он отправляется для исполнения митцвы. Вот ты говоришь, что беляхта хабадерах, это, как бы, по собственному усмотрению. Пойдешь, водишь, самое, надо слетать куда-то, надо поехать. Да, это и дело. Тогда ты должен читать. А может быть, мы скажем, что беляхта хабадерах, это относится даже и когда человек совершает какие-то действия для выполнения митцвы, и тогда, скажем, по-прежнему он обязан. Это Равпапа объясняет свою, как бы, интерпретацию выражения беляхта хабадерах. Мы могли бы сказать, он говорит, да. Милу асткинен дека азил лидвар митцва, да. Азил – Аллах. Азил – Аллах, да. Как мы знаем слово, есть, вы говорите, но зель – жидкость, да. Жидкость, да. Это, на самом деле, она, как бы, частный случай этого понятия движения, да. Азаль лидвар митцва. А вот сама, как бы, формулировка этой фразы, она интересная, и стоит обратить внимание. Милу асткинен дека азил лидвар митцва. А разве мы не занимаемся и случаем, когда он отправился в исполнение митцвы, казалось бы, ты говоришь беляхта хабадерах, это ршут, это любудни. Он говорит, ну, а человек иногда отправляется в путь, да, или отходит от своего обычного положения, да. Не только по собственному усмотрению, иногда он это делает для того, чтобы выполнить митцву. И если так ты говоришь беляхта хабадерах, означает любое движение, изменение своего положения. Вышел, выстрел из дома, скажем, бешах бешифта хабавейтеха, сидишь дома. И беляхта хабадерах тоже, как сидишь дома, да. Ты делаешь какие-то дела, должен читать крият шма, да. Давай, говорит, включим это понятие и движение ради митцвы. И даже в этом случае, ахи, афилуахи, даже так, да, то есть даже и для этого случая сказал рахмана кадошбуруху, да. Интересное, что объяснение кадошбуруху в гемаре. Рахмана, вы урахум, и хапэра вон велоэшхит, рахмана. Рахмангу, да. Да, ликрей. Афилуахи говорит, говорит, продолжает рафпапа, потому что это развивает свой, как бы, анализ. Он говорит, мы могли бы сказать, что лехта хабадерах означало бы любое движение, да. И не только, когда это ршут, когда человек идет, посмотрит, но когда он отправляется в путь для того, чтобы выполнить какую-то митцву. Или, скажем, даже не обязательно идет ногами или движется, а отходит от своего обычного состояния, да, для того, чтобы выполнить митцву. Почему мы так не говорим, да. Он говорит, да. Мы бы сказали бы так, лехта ха у белехта ха у белехет. Обращайте внимание, снова уточнение анализа. Лехта ха – это твой путь, да. Он говорит, если ты говоришь, что в любом случае, даже при движении, человек должен читать креат шмай, неважно, ради чего он движется, ради митцвы или же ради, как бы, собственно, интересов, должно было бы написано белехет, когда ты идешь. Почему написано для, когда ты идешь, кади, для себя. А понятно, что тогда для себя – это собственных интересов. Когда ты идешь выполнять митцву, не будет написано белехта ха. То есть, он говорит, я читаю белехта ха бандерах, когда ты идешь для собственных целей, для собственных интересов. Таким образом исключаются случаи, когда ты идешь ради интересов народа Израиля, да, или, скажем, даже не обязательно, да. Вся митцва, которую мы делаем, уже это делаем для Шем-Шамаем, правильно? Это мы делаем для Шема, не для себя. Понятно это или это, как бы, давайте, знаете, я завершу сейчас этот, как бы, период, и на следующий урок мы попробуем, чтобы вы это наговорили. Понятно, да? Просто хочу докончить это, добить эту тему, чтобы было понятно, как бы, чтобы остался в памяти такой вариант, да. Значит, он говорит, снова, как бы, применяем здесь этот важный способ анализа. Любое слово, любая буковка в таре была написана не случайно. Если ты говоришь, если ты понимаешь, что белехта ха бандерах означает не только расшутную, но и тоже митцва, тогда он говорит, не надо было делать лехта ха твою, да. Любое лехет, любое движение. Понятно, да? Потому что он говорит, если ты идешь для себя, ты должен читать крият шма, ты говоришь, а почему лехта ха, это когда ты идешь, да? Для себя и для, и для, и для, ка должен был, в любом случае. Нет, он говорит, тогда бы, это бы лехта ха не было написано, было бы написано просто лехет, да, в любых случаях. Написано лехта ха имеется в виду, когда ты идешь по своему пути, то есть ради своих интересов. Лехт вадах, да. Бешевет уе, майя бешевтеха у блехтеха, так надо понимать. Бешевет дидах, дидах это как шелха, да, наивите. Диди это для себя, да. Дидо это для него. Вот немножко учимся спряжению арамистских глаголов. Увелехтаха дидах, у демехайвет, когда ты идешь ради своих целей, да. Шатау лех бешвелха, азатахаяф, тогда ты обязан читать крият шма. Ха демитсва, птират, птират, да, а если ты идешь ради митсвы, ты освобожден. И ахи, как мы уже знаем, это, если это так, афилуконесет алмананами, да. Если даже так, то как бы тогда мы скажем, что и тот, кто женится на вдове, тоже должен, как бы это выполнение митсвы, скажем, он берет алману, да. Может быть, алмана в данном случае, скажем, у мужчины нету детей, да. А когда он ее берет, алману, какая ему разница, алмана самая берет или того, чтобы у него выполнить митсву, пуруруруру, да. Если ты говоришь, что человек, который выполняет митсву в свободе над крият шма, почему ты говоришь, что в случае, если он женится на вдове, он должен читать крият шма. Если мне нравится, отвечает на это геморан, да, говорит так. Здесь был, да. Хай тарид, вай лотарид. Ну, вот это выражение тарид, я говорю, это очень похожее слово на труд, трудиться, да. Труд трудиться. А на иврите, на иврите означает таруд, занят, озабочен чем-то, да. Вот это, это известное слово, но как бы менее понимаемое. А это говорит, этот озабочен, да, а этот не озабочен. То есть, скажем так, жених, который женится на девственнице, он озабочен. А жених, тот, который как бы женится на алмане, он не озабочен. Если говорит, мы в данном случае говорим, что мы освобождаем, человек вот обязан читать крият шма, потому что он может быть озабочен чем-то, да, то тогда любой человек, который озабочен, тоже освободим от крият шма, да. Человек озабочен, да. Сейчас нет времени ему заниматься, там, я не знаю, срочно как бы у него это, как бы его неликвиды горят, срочно надо как бы что-то делать. Так, говорят, сейчас Минха, тут какой Минха, вот, сейчас мгновение я теряю все, правильно? Знакомы в этой ситуации, все, отложим в сторону, сейчас будем те. Никогда вот не проигрывал, когда вот наоборот отопрягал. Да. И делал главное, никогда не проигаешь. Да. Прямо замечу, что все, суд, там, совещание, какой-то там вопрос. Нет, надо валиться, домаривайся, идешь, и все хорошо. Все хорошо, да. Поэтому он говорит, если это так, то любая, любая озабоченность должна освобождать тебя от обязанности читать крият шма, да. Ими шум тирда афилу тавас финатоба ям нами, да. Вот он какой-нибудь хозяин судоходной компании. И, значит, он стоит там на, да, даже необязательно, скажем, видит, что его, один из его кораблей идет ко дну. Значит, надо срочно звонить спасателей там туда. Все, правда, речь, наверное, там не идет о спасении людей, потому что тоже митсва. Просто груз сейчас испортится, большая самая. Он озабочен, у него нет времени, ну, нужно все это спасателя признавать, да. А мы знаем, что нет, это не освобождает, как вы говорите, вот чтение крият шма. Вехи тема ахи нами, да. А если ты, можно сказать, да, если ты скажешь, да, действительно, мы все верны, и тогда, значит, надо читать, и когда ты женишься на Алмане, тоже ты будешь, ты озабочен, да. Ты тоже будешь, да, будешь считать, почему мы разилили, сказали, тот, кто женится на девственнице, свободен, освобожден на чтение крият шма, она не на, ты говоришь, ну, как же, сам он женится на Алмане. Возможно, тоже озабочен, какие у него будет причины озабоченности. Разные, я не знаю, вдруг, как бы, я уже не знаю, вдруг, а так, как кажется, что муж ее жив, потом придет, и все, причина, всегда есть причина быть озабоченным. Такой важный акт, да, женишься на женщине, неизвестный, незнакомый, все, тоже озабочен, правильно? Я знаю, придут, как обычно, человек заказывает зал на 300 человек, а придет 500 человек, да. Тоже озабоченный, или наоборот, заказал на 300, а пришло 100, что сделать с едой, которая не самая. Надо все об этом, человек озабочен, да. Скажешь, да, действительно, и надо и Алману тоже освободить. Говорит, да. Значит, вот, здесь уже, как бы, новая тема. Разберем эту фразу, но не будем вдаваться, потому что это еще одна тема, не будем нагромождать сегодня. Вихи-тейма, ахи-нами, если, вот, фразы эти надо учить на память, вихи-тейма, если ты скажешь, да, действительно, ахи-нами, это да, действительно, ахи-так, тоже, да. Нами, мы знаем это также, ахи-так, да, да. Можно сказать, да, да, действительно, правильно. В этом случае Алама, вот Алама, это легко написано здесь так, что легко понять, что Алама означает Лама, да, да. Алма, есть понятие Алма и есть понятие Алама. Алма – это следовательно от слова Алим, насильный, да. Алама, да, Алама, здесь без, как вы видите, под Ламидом нету шва, это читается Алама. Тогда в таком случае, да, Алама, да. Алама – это просто как ивритская Лама. Не как Далай-Лама, и не как Лама, это американская, это есть такая самая овца, а это самая Алама. Почему, если так, если ты говоришь действительно, что пусть и тот, кто женится на овдове, не читает, да. Почему сказал, да, сказал вот такой человек с очень витиматым происхождением, да, «Амараба барзавда», но главное, что он говорит от имени Рав. А Рав, как мы знаем, это основатель бавилонского толмуда, Рав и Шмуэль, да. Почему сказал Рав, «Авал хаяф бехол амитсвот хаморо бетура», хуцмя тфилин? Авэль. Да, авэль, да, тфилин яберзавшар, и неймар баэм пээр, да. Потому что сказано про тфилин, это красота, украшение. Шенеймар пээрха хабуша леха, да. Сказала, сказала, это из «Ихэскеля нави», да, пэрха хабуша леха. Здесь так это объясняется. Разберем это. Сейчас я вернусь к своим цитатам точным. Рав Штанзец вообще-то приводит цитаты, но здесь вот новый способ, как мы знаем, геморе. Сейчас новые издания геморы приводят полностью текст. Обычно в геморрах, скажем, еще в мое время, давнее время, просто указывали вместо цитаты. И «Хэскель» такое-то, и все. А сейчас люди понимают, что никто не будет трудиться или встать и смотреть. Хотя сейчас в Гугеле это легко можно сделать, да. Поэтому на самом случае пишут сразу на странице. И вот он нам это приводит здесь, откуда это взято. Да, это «Хэскель», «Пэррок Хэскель», «Пэррок Мэмдалет», «Пасух Юзайн». «Ханак дом митим, авал лон, таасэ пэрха хавуш алеха». «Ва алеха тасэм», «Ва алеха тасэм», где это было? «Ва алеха тасэм», «Бераглеха», «Ва ло тааты», «Альцефан», «Ва лэхэм», «Анашим», «Лотухарь». Значит, просто «Хэскель» у Анаве, кажется, дается особое разрешение, поскольку он как бы ходил все время с Тфилин. Обычно как бы люди, как было принято, что Авель, он валяется по земле. Чтобы изобразить это как великое страдание и несчастье. Но и Хэскель, он всегда ходил в Тфилин, и поэтому ему сказал Ашем, ты не должен как бы это, потому что в Тфилин ты не можешь это делать. Я будто, кажется, только бы помню такой случай, когда здесь в Гуши-Ционе была убита одна учительница. И когда мужу сказали, он был во время похорон, он просто лежал на ее могиле и не хотел сдвинуться с места. Вот, представляете, как бы выражался, мир для него рухнул, он не знал, что делать. Так что это как бы вполне естественно, не какое-то в древности люди как бы валялись там в пыли, и в могильной мэте, чтобы выразить свое... Это не внешнее, это реальное изображение в полном состоянии трагедии. Но и Хэскелю Анови это не положено, потому что он на нем одет перха. Вот Геморал хочет сказать, что если это сказано про и Хэскеля, то мы видим, что он, хотя он тарут, да? Тарут значит что? Озабочен, да, озабочен в смысле. Тем не менее, тфилин он не должен снимать. Хатам тарит тердаде митсва. Там он, как говорится, он занят тердамитсва. Аха тарит тердаде шут. Есть разница. Человек озабочен, поскольку он как бы должен выполнить митсву. Когда он женится на девственнице, он озабочен тем, что он должен выполнить митсву про урву. Это его озабачивает. Ну, а что он при этом, его может заботить, да? Что с филологической точки зрения он не сможет как бы зачать, да? Бывает мужчина в состоянии, как известно, это болезнь. Или что окажется, что она не девственница по какой-то причине, да? Это тоже страшно, да? Потому что тогда, значит, какая-то история, предыстория, которую он вдруг не узнает, и весь мир рушится. Вот у меня был такой страшный случай у одного знакомого. Буквально перед свадьбой его невеста призналась, что в армии, она служила в армии, она была лесбиянкой. Но это не так страшно, наверное. Ну, как бы он расторгнулся. Да был признан. Конечно, можно было бы, вот. Ну, ведь на самом деле, как бы, это серьезная проблема. Надо понять, почему и как, да? Потому что это, как бы, это армия разрушает, как мы знаем. Она опасна, ну, вот в этом смысле. Ну, в любом случае, он озабочен, да? Ну, митцва, это еще митцва. Ахатарит тердадешут. В данном случае, как бы, когда он озабочен чем-то, как бы... Это его личная проблема, он не обязательно должен валяться в земле, он не обязательно должен брать эту алвану. Вот это, как бы, поэтому он хаяф. Ну, хорошо, мы, действительно, это уже, как бы, новая тема. Я постараюсь, как бы, на следующий раз, как еще раз преподнести это. Или постараюсь, хотя это довольно уныло, чтобы вы это все пересказали. Когда сам говоришь, понятно, это, как бы, начинаешь понимать. И я сам со стороны начинаю понимать, что я недообъяснил. Пока все на этом закончено. Создали вас.